Продолжаем наш телевизионный вечер. Это программа ВОО. Время на информационном круглосуточном телеканале Абакан-24. И сейчас мы продолжаем наш такой медицинский сегодня четверг. У нас легенда хакасской медицины. Уважаемый доктор Виктор Иванович Астакалов. Добрый вечер, Виктор Иванович. Добрый вечер, Алексей Иванович. Добрый вечер. Мы позвали вас в качестве доктора, но должность вашу я все равно скажу. Вы заведующая оперативным отделением станции скорой помощи нашей республиканской столицы. Почему мы вас позвали? Потому что сегодня первый день зимы. Не первый день уже стоят морозы. Вроде как зима у нас прочно установилась. Морозы это, в частности по профилю скорой помощи, близкой к травматологии, это обморожение, это гололед, переломы, это вот всякие чрезвычайно такие нехорошие происшествия. Действительно ли это так? Или это мы нагнетаем журналисты? Да нет, нагнетать-то вряд ли вы нагнетаете, но справедливости... Но мы любим это делать. Да, да, да. Ради справедливости, ради скажем, если показывают, положим, центральную европейскую часть или Владивосток, где катушка, где там стоять невозможно, то у нас, в отличие от них, у нас практически сухая дорога, сухой асфальт. И в этом плане пока у нас нет такого всплеска. Другой разговор, что вот это понижение температуры, как у нас говорят, у нас всегда зима внезапно наступает. Но действительно было. Мы ведь и октябрь, и практически большую часть ноября прожили. 15 дней, это уж точно в ноябре тепло было. Конечно, было тепло ниже всяких, или выше, вернее, температуры, выше всяких нормативов было. И сейчас, конечно, мы не адаптированы к этому морозу. И я говорю, она температура-то уж не настолько, я говорю, ну 20 чем-то, ну под 30 было сегодня утром. Ну, это уже как бы такая шоковая для нас, для неадаптированных людей. И, конечно, случаи отморожения, случаи переохлаждения, они встречаются. Уже есть? Я не хочу сказать, ведь говорить о том, что на скорую пошли там косяком отмороженные люди, нет. Привет. Кое-кто лечится своими средствами, да, кое-кто напрямую попал в стационар, кое-кто напрямую обратился к хирургу. Но их не так много только за эти дни. Нас беспокоит другое, нас беспокоят новогодние праздники, нас беспокоят предстоящее. Совершенно верно. Да, даже выходные дни. А у нас, к великому сожалению, вот эта тенденция так и остается. Выходные дни у нас многие отдыхают. И начинают с пятницы вечера. Начиная с пятницы к вечеру, совершенно верно. И выходные, и некоторый вполне определенный контингент, он отдыхает совершенно таким конкретным способом. Они употребляют горячительные напитки. В неимоверных количествах. Керяют, да. Дело в том, что я говорю, сам вроде бы прием алкоголя, мы давным-давно знаем. Да, он просто обманывает человека. Человеку изнутри вроде бы, да, в желудке этот бродит. Все это ему кажется хорошо, греет его изнутри. А на самом-то деле через некоторое время начинается совершенно парадоксальная реакция, когда идет спазм периферических сосудов. И в это-то время люди и получают обморожение. Слушайте, ну а как же из древле, если так можно, ну ладно, не из древле, из покон веков, ну или еще с царских времен, у нас как лечились от мороза, от обморожения. С мороза выпить, да? Выпить, да. Всегда же говорили, да выпей водки и все, согреешься. Мы еще раз повторим, что употребление алкоголя в неимоверных количествах вредит вашему здоровью. А как с этой народной мудростью быть? Это разве не правда? Почему тогда с десятилетиями лечимся? Ну и даже женщины бывают, которые не пьют, их тоже вон фильмы смотрим старые. А вот замерзла, а выпей немножко. Значит, мы говорим немножко о разных вещах. А выпьем немножко с морозу, это один разговор. Или после того, как человек получил переохлаждение, это один разговор. А человек, злоупотребивший алкоголем, у которого нарушены все реакции, и нарушен, скажем так, болевой порог нарушен. А, который уже разговелся окончательно. Конечно. Вот он-то перестает чувствовать. Вы знаете, я в свое время учился в Томске, а в Томске в 60-70-е годы морозы были. Они и сейчас там гораздо жестче морозы, чем здесь. Там может быть за 30-40 с ветром, с таким, что ой-ой-ой. И вот я как сейчас помню, там есть ожоговый центр. Вот этот контингент больных, получивших от морожения, он лечится в ожоговом центре по тем же принципам практически. Обморожение это тот же ожог, да, получается? Совершенно верно. По своему, скажем так, исходу от морожения, которое получает человек, оно как бы во времени корригируется, длительное, да, человек на протяжении какого-то отрезка длительно получает этот ожог. Обморожение, а ожог он получает здесь и сейчас. То есть это болевой, ну, чисто, знаете, так, внешне. А финал-то все равно один и тот же. Финал – это некроз, это отторжение ткани, это боли, это интоксикация вот этими продуктами распадов. Поэтому лечатся они все в одном и том же месте, как правило. Это либо хирургический стационар, либо вот так, как в Томске, в ожоговом центре. Так вот, я как сейчас помню, на практике, когда встречаешь молодых здоровых мужчин, у которых отняты конечности, отняты кисти рук, то есть в одночасье, где-то выпив до той степени, о которой мы говорили, заснул на остановке, положим, заснул на остановке, и когда его через 2-3 часа под 40, за 40 мороз, значит, привозят, иногда восстановлению поддаются конечности, а иногда нет, иногда дело идет до ампутации. И вот представьте себе молодой здоровый мужик с култышками вместо рук. То есть это глубокий инвалид, который не может даже себя обслуживать. И я говорю, я их видел много, причем ни один, ни два на протяжении вот учебы, сколько я там учился, и видимо на практику там проходили, мы не только по этому поводу. Я видел, я бы сказал, десятки таких людей искалечены. Почему? Потому что если говорить об отморожении, прежде всего страдают дистальные, то есть конечные отделы, да, это руки, кисти рук и стопы. В первую очередь это 95% отморожения, если говорить об отморожении. Ну и справедливости ради, давайте вернемся, значит, есть отморожение местное, и есть общее переохлаждение, да, вот когда человек замерз. Да. То есть, но все равно начинается вот этот процесс именно вот с этих конечностей, с дистальных отделов, скажем так. Ну да, ноги мерзнут, руки. Да, руки мерзнут, потом он перестает чувствовать, потом выше-выше, потом начинает уже сердечно-сосудистая система тоже реагировать, он потихонечку-потихонечку отходит, ему хорошо. Кстати, вот почему, да, говорят, что нельзя засыпать, почему человек перестает ощущать вот этот дискомфорт в мороз, вот когда переохлаждение, и он засыпает и нормально умирает, господи, прости. Да, господи, прости, совершенно верно. Потому что иннервация уже нарушена полностью. Что это такое? То есть, в начале, когда на первой стадии замерзания, он боль чувствует, да, нерв у него работает, а потом вместе с замерзающим сосудом, то есть перестает быть нормальным кровоснабжением, перестает снабжаться и нервная система, он потихонечку теряет чувствительность. Во-первых, он ее потерял изначально под воздействием алкоголя. Алкоголь ведь это же сильнейший нейролептик тоже. Ведь он обезболивает, и недаром раньше, в допироговское время, да, вы понимаете, о чем я говорю, Николай Иванович Пирогов, это первый хирург, который применил наркоз. Вот до применения наркоза делались сложнейшие операции, делались ампутации конечностей без наркоза, а как, вот стакан водки ему, раз, в оглушенном состоянии мало, ему еще раз добавили, в оглушенном состоянии находится, и он, чувствительность притупляется. А тот наш товарищ, про которого мы говорим в нашем настоящее время, вот он выпил, он потерял чувствительность. Потерял чувствительность, ну, где-то там закололо, где-то он даже и не почувствовал. А на самом деле у него уже отмерзают руки, у него уже отмерзают ноги. А далее уже, когда перестают действовать, чувствовать нервные окончания, все, он потерял чувствительность. Он ничего не чувствует, ему действительно все равно уже. А вот потом, когда начинает все это отходить, если он, даст Бог, живой остается, вот тут начинается уже, конечно, боли страшные. Сами по себе, скажем так, отморожения, они делятся тоже на четыре степени. Первая степень, это когда нет повреждения собственной ткани, это глубокий спазм сосудов, да, когда у нас побелели, да, ушки, побелел немножко кончик носа, все это отходит через... Мы растираем, говорят, нельзя это делать. Да, 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 вот насчет растирания мы еще поговорим. Значит, в первой стадии нет разрушения тканей, и, как правило, через 5-7 дней все это проходит. Во второй стадии уже задействована и кожа, и, скажем так, до росткового слоя. То есть там уже вопрос гораздо серьезнее, да. Это появление волдырей, это уже, значит, чувство зуда, жжения, там... Ну, это как ожоги на солнце, уши бывают обгорают. Да, 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 только все это сломотой, все это связано с такими субъективными, очень неприятными субъективными ощущениями. То есть во второй степени вот эти все явления проходят через 2, может быть, 3 недели. Через 2-3 недели. Но шрамы остаются? Нет, после второй степени шрамов глубоких не остается. А вот после третьей степени, когда поражается ростковый слой кожи, подкожная клетчатка, вот это уже другой разговор, там уже идет некротизация вот этого слоя, то есть кожа, она обязательно отслоится, далее появляются грануляции, то есть разрастания молодые, и без рубцов тут уже никак не обойтись в третьей стадии. Это очень непростой вопрос, и лечение затягивается тут на длительное время, примерно так же, как при ожоговой болезни. Вполне возможно, что тут придется прибегнуть и к пересадке кожи. Да, да, да. Ну и четвертая стадия, когда поражаются у нас кожа, подкожные клетчатки, кости, мышцы, суставы. То есть это катастрофа практически. В этом случае, даже если больной выживает, дело заканчивается ампутацией, дело кончается развитием сепсиса, либо гангрены, сухой или влажной гангрены. То есть дело тут без ампутации, конечностей положим, как мы говорили, прежде всего, конечности страдают, уже не обойтись. Ну, все мечтали повесть о настоящем человеке, да, вот яркие покления старшего. Да. Где именно гангрена привела к ампутации ног. Совершенно верно. А слушайте, вы сказали, кости могут, а как кость-то, ну кости-то кость, чему-то мерзнуть. Ну вы что, кости все... Ну, конечно, ведь кость, она все равно губчатая внутри, там костный мозг содержится. Никуда он не делся. Конечно, она ведь кровоснабжается. У нас даже, у нас есть методика, когда, в скорой помощи прежде всего, когда нет возможности ввести, вот полный спазм сосудов, не могут найти сосуды, не могут вколоться в вену, делают внутрикосно. И вы знаете, в кость уходит, в пяточную кость, в берцовую кость уходит. То есть шприц может войти в кость? Конечно. Делают внутрикосные инъекции. Внутрикосные инъекции. То есть это довольно распространенный, правильный метод введения. То есть настолько кровоснабжение кости активное, что туда входит игла, и через нее раствор поступает свободно. Не знал. Да, внутрикосный метод введения, причем вводят и детям, вводят и взрослым, в том случае, когда нет другой возможности. Наш телефон, дорогие наши телезрители, 22-41-18. Виктор Иванович Осоколов у нас в студии, врач, легендарный врач нашей республики. Звоните, у нас мало совсем времени остается. Ну, слушайте, Виктор Иванович, вернусь к народной практике. А как же все эти вот замерзли руки, и вот даже бабушке, ребятишкам, ну, снегом потрите, там ушки разотрите, носик потрите, вот побелел носик. Вы знаете, вот... Я слышал, что это может и неправильно быть. Мы, Алексей Иванович, хотели как раз к этому вопросу вернуться. Да, подойди. Если это отморожение первой степени, ну, можно мягким каким-то фетром, а лучше теплыми руками очень осторожно разминать. Ни снегом? Ни в коем случае, ни жестким сукном, ни снегом делать этого нельзя. Почему? Во-первых, при растирании снегом, снег это те же кристаллы, они обязательно травмируют кожу, за стерильность снега никто не поручится, там может быть любое воспаление, рожистое воспаление, все что угодно вы занесете. И сам механизм таков, если поражение, отморожение, скажем так, довольно глубокой стадии, вы даже на глаз можете не определить, это первая или вторая стадия, да, то в самих сосудах, уже сосудиках, там образовались кристаллики, то есть промерзшая ткань. И вы начинаете массировать, вы травмируете ткань даже теми кристаллами, которые находятся внутри. Да, которые находятся внутри, которые подверглись замораживанию. Так, про ужасы, про эти ужасы вы расскажете чуть позже, человек просто давно ждет по телефону, послушаем, что нам скажет наш телетритель. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Вот большое спасибо вашему гостю, Виктору Ивановичу. Я очень уважаю это. Очень такой человек, который много сделал, по-моему, для нашего города. И депутатом был, и приходилось мне к нему обращаться. Но вот сегодня актуальный вопрос мы обсуждаем, да? То есть я вот одинокий пенсионер, живу в частном доме. Вот сейчас у меня в доме температура 3 градуса. Благо Бога, еще 3. Ну, плюс 3, да? То есть это случилось из-за чего? Что жулики залезли, окна побили, украли последние деньги. Нет у меня на телефоне ничего. То есть звоню в полицию, они говорят, это не наше. Звоню в МЧС, говорят, что тебе петьку затопить, что ли? То есть звони туда, звони сюда. То есть ни денег, ни копейки нет, ни родственников, ни родных, ни близких. Вот человек замерзает, да? Ну, сегодня я буду замерзать. То есть 3 градуса вот это. А к ночи уже будет 0 градусов. Ну, ради Бога, тебе замерзнет пенсионер. Вас как зовут? Меня Александр Анатольевич зовут. Александр Анатольевич, оставьте нашему администратору ваш номер телефона и домашний адрес. После программы мы передадим ваши координаты соответствующие. А вы понимаете, вот я последний деньжонки собрал, чтобы вам позвонить. У меня даже денег нету на телефоне. Позвоните в какую-то службу. Вы оставьте нам ваш адрес, а службы вам сами позвонят. В редакции оставьте. Александр Анатольевич, спасибо, конечно, уже позвонили. Ну, какое-то у вас катастрофическое, видимо, составляю. Да, оставляйте свои координаты, наши девушки вас запишут, а мы соответствующим службам спасения передадим. Почему нет-то? Помогут, я думаю. Да, я тоже думаю. Да, в любом случае выедут на место происшествия. 22-41-18 наш телефон. И мы продолжаем говорить. Ну, вот сложно, да, вот человек замерзает в такой большей сложности. У меня жутковато стало, но действительно, если он совершенно один, вот такое, вы в одночасье... А почему полиция-то не реагирует, правда, если у человека выбили стекла, если украли, если... Почему они уверены, что он там, что это не их проблема, да, не выехать на место и не разобраться? Да, возможно, бывают случаи, когда человек обманывает, но если человек не обманывает? Ну, не похож он на обманывающий человек, а никоим образом. У меня не сложилось впечатление. И у меня не сложилось по телефону. Это несчастье какое-то, действительно. Стал жертвой какой-то хулиганов или действительно, он говорит, если у окно разбили деньги, украли у пенсионера, так это сплошь нас... Это запросто могут сделать. Это запросто у нас, простите, он не исключение в этой истории. Частных домовладениях. Совершенно верно. Жуткое, конечно, дело, но мы после эфира постараемся что-то сделать. Итак, Алексей Иванович, есть у нас такие понятия, как отморожение, это местное поражение, как правило, это, как мы договорились, конечности, да, или, как правило, это кончики носа, кончики ушей, руки, кисти, стопы. А есть общее переохлаждение, конечно, когда человек замерзает. Это трагедия, конечно, в этом случае помощь, она очень сложна, потому что это будет сочетанное отморожение, как правило, и конечностей, и общее переохлаждение всего организма. Значит, как в этом случае действовать, какую помощь нужно оказывать? Вот мы остановились на том, что растирать варварски вот кожные покровы, травмировать ни в коем случае не стоит, этого не делать. Делать нужно только согревание. Если это, положим, стопы или кисти рук, для этого обязательно организовывается теплая ванна. Вначале с водой порядка 10-20 градусов. Не сильно горячая. Не сильно горячая, 10-20 градусов, иначе он у вас там с ума сойдет от боли. И на протяжении получаса, минут 40, оно доводится до температуры тела, ну, градусов 38-40 тоже, не более, не более. После того, когда конечности отогрелись, их очень осторожно промакивают, опять же, не трущимися, потому что кожные покровы уже они мацерированы. Пострадали. Пострадали. Домацерированы после отморожения, после того, как их замочили в этой горячей воде, очень осторожно промакивают, обрабатывают спиртом 70-процентным, накладывают стерильную повязку и укутывают ватными, специально просто большое количество ват, буквально укутывают конечность, чтобы она согрелась. Накрывают одеялом, вот в этом случае ему дают горячий чай, горячие напитки, какие угодно, чтобы он еще согрелся изнутри. Изнутри, совершенно верно. Не ограничивают ни в чем в этом случае. То есть в этом случае немного алкоголя можно? Конечно. Ну я так полагаю, если это будет чайная ложка, то есть столовая либо чайная ложка на... 50 граммов. Да, на 50 граммов многовато, ложки в столовой 15 грамм. Не 25? 15, нет. Запомните, чайная ложка это 5 грамм, десертная ложка это 10 грамм, столовая ложка 15. Вот столовую ложку можно позволить себе, положим на стакан горячего чая или для взрослого человека, естественно. Но это мой совет. Меня, безусловно, уже за это кто-то критикует. Но это действительно так. Тогда можно, видимо, и согреться. Если нет возможности растереться, если нет возможности согреть в ванной конечности, тогда просто укутывание. Опять же, обработка обмороженной поверхности, опять накладывание стерильного какого-то материала, может быть, прямо простыня чистая, все что угодно, и укутывание. Это согревание, еще раз, согревание и постепенное согревание. Без травматизации. Максимально без травматизации. А еще, вот есть такие примеры, когда, ну да, вот такие спартанские условия, негде согреть. А согревать телом человека, своим телом, это можно? Да, конечно, своим телом. Если где-то... Раздеться и накрывать прямо. Совершенно верно. Возможно такое. Если, положим, где-то руку одну прихватило, можно в подмышку куда угодно заложить, да, да, отогревать. Только, только согреванием. То есть принцип ясен. Только согреванием. Если это полевые условия, это, как правило, грелки, то есть это бутылки пластмассовые с горячей водой, это костер и, опять же, укутывание, опять же, согревание. Если говорить о полевых условиях, то есть еще один вид отморожения, так называемое траншейное обморожение. Да. Это то обморожение, которое наступает не обязательно при отрицательных температурах. Оно может при температурах ноль, чуть выше ноля температуры. Но постоянное воздействие такое развивает вот траншейную болезнь, которая по своим последствиям напоминает отморожение второй, третьей степени. Это очень такое серьезное заболевание. Как правило, это актуально, видимо, будет и в этом году. И дай Бог здоровья нашим военнослужащим, даже и врагам, Бог с ним. Получают люди, которые длительное время подвергаются воздействию низких температур и высокой влажности. Именно высокое сочетание вот этих низких температур, не обязательно отрицательных, и высокой влажности, развивает вот этот процесс отморожения, который выражается в отечности, болезненности. Потом появляются багрово-красные волдыри, которые являются показателем того, что задействована уже кожа и подкожные слои. Очень плохо лечится, очень предрасположена к развитию сепсиса, очень боится приморбидного фона, то есть предшествующих заболеваний каких-то, как сахарный диабет, того же употребления алкоголя, каких-то других неприятных вот этих факторов, которые могут быть у того или иного человека. Нарушение обменного характера, если у него имеется, и он попал в такие условия, то вот развивается вот эта болезнь. И тоже могут быть ампутации? Вплоть до ампутации, совершенно верно, потому что развиваются именно септические осложнения. На протяжении длительного времени внедряется, видимо, патологическая флора туда. Это даже не в одночасье, там, да, в течение нескольких, положим, часов обморозился, а это заболевание развивается в течение нескольких суток. При ужасе вы рассказываете на ночь, прямо целый ужас. Вот чем могу, но вот от этого нужно... Кто предупрежден, тот вооружен. Кто предупрежден, тот вооружен, совершенно верно. От этого нужно всем нам как-то пытаться избежать вот такой ситуации. Еще у нас есть немного времени, я хочу про травмы чуть-чуть поговорить, потому что зимнее время, особенно людям пожилого возраста, опасно чем? Опасно переломами. Ну, подскользнуться, там, ступеньки бывают у нас, покрытия не очень. Кстати, я погорячился, да, у нас асфальт сухой, но вот где есть хорошее покрытие, у нас очень, да, любят керамическую плитку, либо шлифованный камень. Их еще называют сучинские тротуары, которые для Сибири не предназначены. Да, совершенно верно. У нас, понимаете, не просто вроде бы как-то и, ну, скажем, неэстетично, да, залепить, не залепишь всех антискользящим покрытием, но хочется, потому что все это мозаика, камень. Так вот, понятно, у людей в возрасте уже, ну, не тот кальций, да, там, в костях или как. Остеопороз. Да, остеопороз. Остеопороз начинается у всех, никто, не исключение тут практически не бывает. Особенно остеопороз – это разрежение костной ткани. Да, да, да. Особенно предрасположены женщины, ну, вот физиологически так заложено, ведь женщина – это прежде всего мать. Они же, когда вынашивают плод. Да, плод формируется, кальций. Так вот, можно ли пополнить вот запасовый кальций или это все-таки фантастика, и здесь единственное правило – только осторожность и ничего более? К великому сожалению, употребление кальция или пищи содержит, то есть, вот, прямую, да. Молоко, творог, как говорят. Кушать творог, скорлупу протертую. Ну, кстати, вот, я все-таки думаю, что стараться нужно употреблять какое-то количество, содержащее кальций, но рассчитывать на то, что вы скорригируете, поступление кальция простым, пероральным, то есть, с введением через рот вот этих всех препаратов у вас в костях кальций появится. Ну, вот, это вопрос крайне сомнительный. Я вот… Его тоннами надо кушать тогда. Да, хоть тоннами. Вы туда же его отнесете. Откуда взяли, да? Откуда взяли, да. А медикаментозно, потому что, ну, нам же реклама-то советуют. Горный кальций, горный кальций. Это все одно и то же. Это все одно и то же. То есть, там в каких-то сочетаниях, я считаю, может быть, с лимонной кислотой, может быть, в каких-то, я говорю… Переливание крови, капельницы помогут, нет? Это тоже сейчас популярно? Ну, популярно, конечно, но не слышал. Что плазма феррес, что переливание какое-то, чтобы оно повлияло на содержание кальция в кости, ну, не слышал. Природу не обманешь. Не обманешь. И водород свое возьмет. К великому сожалению, нужно беречься, нужно носить хорошую, правильную обувь, нужно выбирать себе хорошие маршруты, а кое-в-какую погоду вообще не выходить. Это точно. Людям соответствующего возраста, ну, очень рискованно. Просто, видите, у нас есть определенный в обществе создается культ здорового образа жизни и активного, так сказать, долголетия, но всегда ли эта спортивная активность полезна нашим людям? Давайте послушаем звоночек, коротенько. Две минуты у вас. Добрый вечер. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Вот только сейчас я услышу, чтобы кальций бесполезно принимать. А мне назначил ревматолог кальций, витамин D, и раз в неделю принимать алиэндроновую кислоту. Это что получается? Я просто-напросто трачу денег, потому что кальций это дорогой. Хорошо, мы вас услышали. Мы вас услышали, спасибо большое. Я ни в коем случае, мы бы о другом немножко говорили, ни в коем случае не подвергаю критике назначения вашего доктора, с вероятностью 99,9% он прав. Мы говорим о том, что нет прямой зависимости от приема кальция. То есть вот если ты положим пищу или кальций будешь есть ложками, это не говорит о том, что это напрямую действует на твои состояния кости. Поэтому в разумных количествах то, что вам назначено, принимайте Бога ради. Он знает вашу проблему, он знает, от чего вам дает. Совершенно верно. А мы говорили о том, как восстановить свои кости, чтобы они не ломались. Совершенно верно. Да. И о чем я до этого говорил? Мы об остеопорозии говорили. Ну как-то я мысль потерял. Все, надо мозг тренировать. А чем мозг можно тренировать? А, здоровый образ жизни, активное долголетие. Все равно надо без фанатизма. Ну, если говорить о здоровом жизни, я с огромным уважением отношусь к людям возрастным, которые занимаются скандинавской ходьбой. Почему? Мало того, что это гармоничное развитие всех мышц, то есть работают мышцы нижней конечности, мышцы верхней конечности, но оно еще и дает возможность страховки. То есть оно дает возможность все-таки опереться на четыре точки, на две ноги и на две палки. Вот что самое главное. Поэтому я только за скандинавскую ходьбу. Ходите на здоровье. Спасибо вам большое. С наступающим Новым годом, буду уже говорить. Ну и приходите к нам в студию, всегда вам рады. Спасибо. Спасибо всем. Спасибо, Алексей Иванович. До свидания.